Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стих. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Удивительные слова. И кто думал, что их сумеют извратить и сделать убийственными? Ни на один стих столько не приходится крови, как на этот. Все захвастические воины, православные, все будет под этим стихом за друзей своих. Сегодня отпевают все, которые в Афганистане погибли за друзей своих. Кто думал в первом веке, такие как Анфим, Некометийский, что этот стих так можно повернуть? Для нас образец Христос, взявший оружие, он уже погибет. Ведущий в плен сам пойдет в плен. Христос умер. Но умер-то за кого? Стояли люди вокруг. А это надо смотреть в проекте на будущее. Прави-то кровь его для спасения людей. Анфим за кого умер? Он за себя. Его хозили за то, что он епископ. Здесь написано за друзей своих. За друзей, значит, он положил душу за них. Когда учил, ему предлагали отречься не один раз. Другого толкования никакого нет. И когда вы слышите, что отпевают и говорят за други своя, положили душу, в Чечне, это совершенно не по Евангелии. Это евангельскими словами прикрывает убийство. Считаю, что нет больше той любви, как эти, кто душу положит. А эти люди, какие бы они наши русские взяли оружие, прошли отнять душу. Василий Грики, говорит, там уже за грани, понятно, было взято для того, чтобы убить. И если ты пришел и не убился, это просто милость, боже, ты и стрелял для того, чтобы убить. Положи душу. А сегодня такого шанса вообще нигде нет. Это, ну, исподать дамину, спасать. А противник на автобус в воду, он нырял там, вытащил оттуда один. 26 человек, даже невероятно. А сам на берегу не сможет путь. Вот это положил душу. Как католический священник. Номер переменил за влеченным и сам пошел в печь. А тут уже освобождение. Но он спас человеку, у которого 11 детей. А сегодня везде, в каждом эпохиальном журнале, в газете, вот это все пишут, освещая танки и прочее. Нет больше той любви. Нет больше того безумия, евангельский стих применять, вопреки прямого смысла положить душу. Не отнять. 1 Иоанна 4, 7, 11. Возлюбленная, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Он никого не убивал, Христос. И далее. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего, Он у нас терпение за грехи наши. Возлюбленная. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга так. Прямое слово стоит. Никакого другого значения в этот стих Христа нельзя подставить. И память святых отмечаем, когда нигде нет, чтобы эти святые с оружием что-то обороняли и говорили, они положили душу свою за друзей. Этого нигде нет. Когда присвидетельствуешь другим, когда несешь свидетельство о Христе, спасаешь Его, родственники отступили, и ты идешь с угрозой для жизни своей, вот ты положил душу за Него. Когда ты работаешь среди эндопрещенных заразных, чтобы донести свет Евангелиям, это душу положить. Для нас один из самых прекрасных примеров Анфимника Медийский. Если бы ставили ставить фильм о нем, я бы напросился обязательно в консультанте. Я столько о нем размышлял. Когда я был сегодня в США в августе 1992 года, я написал вот этой правой рукой прошение, чтобы нас назвали здесь обобщим учредством Анфима Медийского. И спросили, а почему? Они его не знают. Сегодня же никто не знает ни комедия, ни комедия. У нас только прижали священника, и они не могут даже выговорить Анфима Медийского. Они его не знают. А я говорю, что рам их ему нет в истории, чтобы всю церковь привезти на небо. Я говорю, он сгорел со всей общины, а у нас везде поджигают. Я больше это тоже не видел. Уж защитника я искал от огня. Вот и все. Думал ли я в то время, что о нем мне придется в храме говорить проповедь? Нет, у меня в мыслях этого не было. Думал ли я 15 лет назад, что нам на этот праздник престольный придется приглашать на законном основании священников из московской патриархии, о которых говорить не хотели? И я этого не знал. Как все меняется? В каких-то всего лишь 15 лет мы благодарны Богу, что мы дожили до этого дня. Мы снова погружаемся в размышления о дивном подвиге любви Анфима Некомедийского и Петяном 5.2. И живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал себя за нас в приношении жертву Богу, благоухание приятное. Все остальное неблагоприятное. Благоприятное благоухание, когда человек умирает без оружия в руках. У Христа оружия не было. К этому орунию его прибили ко кресту. У него ничего не было. Рисует, скипетр, это все позже будет. У Христа на руках были раны, пробитые гвоздями. Вот нам путь покажут. Как он раздумил, так и нас. Я повторяю, я не толкователь Писания. Тут толковать еще не надо. Не надо говорить, что ты с винтовкой пошел в другую страну и положил души твои. Как словом, сто тысяч войска и пошли куда? В арку. И теперь рисует геройский поступок. Что мы там в Италии забыли? Ведь это же и понятно, что не об этом решать. Нет, душу положили за друзей. Какие души? Там душу положили нет числа итальянцев, французов. Ну мы даже однажды сказать, что не тем путем мы идем. А если бы пошли туда, да сто тысяч проповедников в Италию или куда? Да там бы засвидетельствовали, заслужили, да сами себя в рабы отдали. Этот подвиг в веках сел бы. Иоанн 10.11. Я есен пасты добрый. Пасты добрый полагает жизнь свою за обет свою. Полагает, не отнимает жизнь. Иоанн 10.15. Как отец знает меня, так и я знаю отца. И жизнь мою полагает. Зарез. Полагаю, повторяю, полагает. Что толковать-то? От винтовки, с автоматом, с гранатометом ты пошел отнимать. И поэтому, если где-то придется говорить об этом, со своим детям накажите, не ходите убивать никуда. Умри на ней, не будь ложным мучеником. Ты мучником сатаны будешь. Ты отнимешь душу, душу у человека. Я не могу этого делать, потому что я христианин, гумер, и ты не пошел во небо. Чего трястись за свою жизнь? Но если ты не пошел, а тебя убьют. У нас есть врачи нашей общины. Подходит брат и говорит, отправляет в Чечню. А кем? Врачом. Мне звание майора дали. Иди, брат, иди. А посылает на минные поля. Иди, брат. Вытащи раненого. Умри за Христа. Ты за Христа пошел. И им, раненым, скажи о Христе. Скажи, Господь ждет тебя. Покази. Не отойди из этой жизни без покаяния. Ты врач. И ты в плен попадешь, к тебе другое будет отношение. Ты не наемник. Вот, который сегодня контрактники, их в плену не держат, их сразу расстреливают. А о нем теперь отпевает. Он положил душу свою за други своя. Римлянам 5, 6, 8. Ибо Христос, когда еще мы были немощными, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва никто умрет за праведника, разве за благодетеля. Может быть, кто и решил, кто умирает. Но Бог свою любовь нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Можно умереть за мусульманина, за буддиста, за коммуниста, за кого угодно. Если ты пошел ему говорить о Боге, о Христе, а тебя захватили и расстреляли. Только такой смысл. Почему? А как Христос прошел? Будем молиться. В домашней молитве. Вспоминая имя святого Антима Никобедийского, чтобы он благословил нас не стать хотя бы отступниками. А уж если больше, чтобы во всем были подобны ему. Аминь. Аминь. Аминь.